На предприятиях малого и среднего бизнеса в Чувашии занято почти 50% трудового населения и производится около 60% национального продукта. Для гармоничного развития бизнеса очень важна поддержка государства. Однако бывает так, что недобросовестные чиновники создают предпринимателям дополнительные препятствия. О противодействии коррупции говорили и на семинаре прокурорских работников Приволжского федерального округа, который прошел в Чубаксарах. В процессе создания и развития своего дела люди столкуются не только с неурегулированностью многих вопросов, но и противоправными действиями должностных лиц. Только в 2016 году прокурорами в Приволжском федеральном округе выявлено почти 30 тысяч нарушений в законодательстве данной сферы. Наиболее часто встречаются положения об истребовании у заявителей излишних документов, установлений, не предусмотренных законом оснований для проведения внеплановых проверок. Не всегда учитываются требования закона о трехлетнем моратории на проверке. В Чувашии ведется оперативная работа по пресечению необоснованных проверочных мероприятий в бизнес-среде. Таким образом, за прошлый год почти в половину снизилось количество административных и уголовных преступлений в отношении предпринимателей. Создание для предпринимателей комфортной и безопасной среды – одна из приоритетных задач работы правительства республики, отметил Михаил Игнатьев. Правительство Чувашии утвердило паспорт приоритетного проекта совершенствования контроля надзорной деятельности. Его реализация позволит снизить административные и финансовые издержки граждан и организаций по осуществляемым республике видом регионального государственного контроля. Количество проверок должно снизиться, а время проведения согласительных мероприятий сократится. В ходе семинара были обсуждены недостатки в работе правоохранительных и контролирующих органов. Работа над ошибками должна идти непрерывно. Только так мы искореним коррупцию в отношении предпринимательства, отметил заместитель генерального прокурора страны Сергей Зайцев. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика.